Итак, дорогие друзья, у нас третья неделя, во время которой мы разбираем с вами библейские принципы, которые относятся к материальному миру, а точнее к финансам и вообще всем благам. Скажите, вам было полезно те предыдущие две наши два слова, да? Что-то менялось в вашей жизни? Если у вас свидетельства какие-то, вот такого изменения, если есть, пожалуйста, там на входе у нас есть книга свидетельств, запишите туда, хорошо? Мы хотели бы узнать, что Бог делает в вашей жизни. И вы знаете, что когда мы говорим о финансовой стороне и в контексте церкви, мы очень часто чувствуем определенное смущение, определенный конфуз, правда? Когда мы проводим знак равно между церковь финансы или материальное благо, мы сразу хотим вот так вот покивать пальцем, потому что известно большое количество злоупотреблений, правда? Со стороны, собственно говоря, верующих людей такого плана, ну вот, дескать, посмотрите, как они живут, тут люди бедные, а у них, смотрите, какая машина, и смотрите, какой дом, и смотрите, какие-то… И мы говорим, что обязательно должно быть вот в таком контексте, что, значит, если говорят о финансах, значит, хотят наживиться на этом. Послушайте, на самом деле это неправда, потому что должно прийти понимание Божьего взгляда. И когда приходит понимание Божьего взгляда, приходит благословение, которое Бог изначально задумал и вложил для нас. Итак, на прошлом, так скажем, нашем занятии, на прошлом нашем служении мы с вами разбирали вопросы работы. Мы говорили о том, что принцип, относящийся для верующего и работы, заключается в простом месте Писания. Кто не работает, тот пускай и не ест. И верующий человек — это человек, который должен быть известен как человек, как хороший работник, честный, который трудится, который неленивый, который благословение для того хозяина, на которого он работает. И также мы говорили относительно долгов. Мы говорили о том, что долги — это вещь, которая не поощряется Писанием. И мы говорили о том, что верующий человек, если у него есть какой-либо долг, его ответственность перед Богом и людьми как можно быстрее избавиться от этого долга. Неважно, откуда он, что это, как это называется, кредит, мама дала до понедельника, взял на булочку, или там, вот я открою свой бизнес, потом разбогатею, верну. Но всё это долг, и его нужно как можно быстрее закрывать. И это также благословение. Мы должны молиться, искать Божьего лица, возможно, больше работать, искать совета, планировать наш бюджет и избавляться от этого всего. Сегодня мы поговорим с вами о очень непростой теме, вокруг которой тоже было много различных разговоров. Тема десятин. И вы знаете, что по-разному люди относятся, в разных церквях, в разных динаминациях. Можно найти различные учения от каких-то крайних, таких, как, например, ничего не нужно, ничего никому не должен, всё. Вот я прихожу сейчас сюда вот на собрание, вы все мне должны, давайте учите меня, кружите меня, делайте со мной. Вот как бы я буду капризничать, топать ножкой, а вы будете так говорить, тихо-тихо-тихо-тихо, мы ничего не хотим, только главное, чтобы ты пришёл, главное, чтобы ты просто присутствовал. Это же наше счастье, день удался, если ты придёшь в нашу жизнь. Вот такая есть крайность. И крайность другая о том, что все всем должны. Вы должны там такое, столько-то денег, вы должны там вот так-то и вот так-то. И отсюда возникают самые различные крайние учения. Мы будем разбираться, насколько время нам позволит, мы попробуем разобраться. Итак, если мы говорим о библейском взгляде, вообще на материальные блага, очень важно понимать один из ключевых принципов. В разные времена жизни Бог по-разному общается с человеком, по-разному имел отношения с людьми. Были периоды, в которых Бог непосредственно был вовлечён в жизнь человека, были периоды, когда Бог общается с группами людей. И давайте мы посмотрим. Итак, условно, если мы возьмём наше Писание, возьмём нашу Библию, мы можем разделить её на три части. Обычно делят Ветхий Завет, Новый Завет или Танах и Новый Завет, да? Но на самом деле можно разделить на три периода вообще существования человечества. Давайте мы посмотрим, какие это периоды. Почему важно их понимать? Потому что в каждой из этих периодов Бог по-особенному общался с людьми. Первый период от самого творения. Вот Бог создал Адама и Еву в Эдемском саду. И до того момента, когда Моисей вывел народ израильский из Египта. Помните эти события. Итак, давайте поговорим об этом периоде. В этом периоде люди хотели поблагодарить Бога за всё то, что Он делал в их жизни. И мы читаем о том, что Ной, например, когда он вышел из Ковчега, помните, что он сделал? Он взял и принёс жертву. Кто-то учил его об этом? Вот скажите, никто его не учил. Вы помните, что произошло с Каином и Авелем? Они почему-то решили, что нужно принести Богу какую-то жертву. Был ли закон у них там? Никто не сказал. Было ли такое, что Бог, выдворяя их из Эдемского сада, говорит, «Ну, кстати, на дорожку вам. Я хочу, чтобы вы приносили мне жертвы». Не было такого, правда? Но, тем не менее, в сердце человека было некое желание сказать спасибо Богу за то, что Он уже сделал в их жизни. Люди хотели быть благодарны Богу и использовали для этого материальные вещи. Овечек, козликов, какие-то фрукты, да, какие-то, ну, всё то, что вот у них было, как они понимали, так они и говорили. И это очень сильно похоже на взаимоотношения нас, как родителей, с детьми. Вы помните своих детей, у кого они есть, может быть, родственники, детки маленькие, как они хотят выразить свою благодарность по отношению к родителям? Рисуют рисунки. Очень простые, правда? Или они приходят и говорят, «Мама, я сделал тебе чай», и дают тебе холодный невкусный чай. Ну, просто пол чашки, непонятно чего, и солью засыпано. Невкусно, правда? Невкусно. Но ты принимаешь и что, пьёшь, кривишься и говоришь, «Ммм, как вкусно!» Почему ты это делаешь? Потому что ты понимаешь, что это его уровень выражения благодарности. Правда? Но с возрастом дети наши меняются, они прекрасно понимают, что, оказывается, благодарность может выражаться по-разному. Оказывается, у благодарности может быть цена, оказывается, не всякую благодарность готовы люди принять с радостью, то есть должна быть благодарность, которая на самом... Если ты хочешь сказать спасибо по-нормальному, сделай это по-нормальному. Если ты хочешь сделать... Вот уже мы взрослые, мы хотим кому-то сделать подарок. Этот подарок, он же должен разговаривать, правда? Чем важнее человек для нас, тем по-другому должен выглядеть подарок. Мы не можем как бы что, как бы кому дарить. Итак, то есть люди развиваются, и в этот период человек приходит и хочет выразить свою благодарность Богу, как может. И Бог говорит, я вообще ничего не ожидаю, но я принимаю. Я принимаю. Мы помним, когда Авраам, он рассекает Телицию, мы помним тот завет, который Бог заключает конкретно с Авраамом, его семенем. Мы видим, что есть просто желание и сердце человека. Итак, это период до закона, период до Синайского исхода. Когда мы знаем, еврейский народ выходит из Египта, это уже не просто семья, это уже большой народ, 2 миллиона человек. Представьте, это больше, чем Одесса, правда? И вот эти люди, они выходят в пустыню. И когда они выходят в пустыню, Бог имеет отношение с ними, но не как с личностями по отдельности. Отдельности. Бог смотрит на них, как на народ. Согласитесь, одно дело, когда мы говорим о семье, другое дело, когда мы говорим о народе. Совершенно другая форма правления, совершенно другая вообще, подход совершенно другой, правда? Потому что появляется закон, появляются заповеди, появляется уголовный кодекс, за нарушение которого приходит ни много ни мало казнь, смертельное, ну, как бы наказание смертью. То есть Бог очерчивает для народа определенные условия. Бог говорит, с этого момента, я не хочу, чтобы вы приносили жертвы как кому угодно на каком-то месте, и чтобы жертвы выглядели, как вот вы себе придумали, как вы хотите. Я хочу, смотрите, как интересно, Бог говорит, я хочу, чтобы конкретная группа из вашей группы, из вашего народа, а именно колено Левия, представляла вас перед моим лицом. Они будут уполномочены приносить определенные жертвы. И книга Левит, она описывает эти жертвы, правда? Жертва должна быть такая-то, она должна иметь определенную форму, определенное качество, определенное количество. И там написано в некоторых местах, Бог говорит, я не хочу, чтобы богатый приносил больше, чем бедный. Я хочу, чтобы каждый приносил столько, сколько я хочу. Вот это будет столько. Если человек бедный, две горлицы. Если человек богатый, два барана. Предположим, да? Мы должны уловить саму суть. Бог определяет конкретную группу людей, которая будет предстоять перед ним и приносить конкретно очерченные жертвы, конкретно очерченные дарования. Более того, в этой группе людей, в колене Левия, он выбирает одну семью, семью Аарона, и его наследников, которые становятся первосвященниками. То есть они становятся теми, кто не просто уполномочен служить Богу, но особо-особо уполномочен. То есть они входили непосредственно в присутствие Божие, где находился ковчег. Они кадились, крапили, помните, да? Все, что происходило в храме. Итак, эта структура, эта система и это отношение, оно совершенно отличается от предыдущего периода. Оно более сложное, тем не менее, более четко описано и есть определенные ожидания. Это второй период. Теперь мы говорим о третьем периоде, периоде Нового Завета. Это еще одна интересная история. Почему? Потому что действие Синайского договора, оно останавливается, и Бог действует через свою избранную, скажем так, общину, или церковь, если мы смотрим на Новый Завет. И там нет какого-то конкретного колена, там нет конкретного священнического рода. Мы понимаем, да, все, что происходило. Бог устанавливает взаимоотношения с верующими людьми, как со своим телом, главой которого он является, и имеет с одной стороны взаимоотношения как с телом, с другой стороны с каждой клеточкой, то есть с каждым человеком. Понимание этих вещей, друзья, очень важно, потому что когда мы говорим о десятинах или вообще о служениях материальными благами, очень часто мы берем все места описания из разных периодов, смешиваем в кучу и говорим, делайте, ну просто делайте. Вот сейчас мы не можем козлов приносить в жертву, поэтому двух козлов заменим. Ну на что мы заменим? Ну предположим, на что-то другое. Придумаем, например, столько-то денег. Если раньше каждый день приносили двух козлов, теперь приносите 200 гривен каждый раз. Ну мы себе придумаем подобные правила, понимаете, да? Берем что-то оттуда и говорим, вот они приносили, и давайте мы так будем делать. Почему мы это делаем? Зачем мы это делаем? Мы не до конца можем ответить. Поэтому очень важно разобраться. И мы сейчас с вами в этом разберемся. Итак, мы говорили, что наши подарки – это очень интересная вещь, или наши благословения. Они способны разговаривать через наши подарки. Подарком вообще можно оскорбить человека, правда? Можно подарить что-то такое человеку, даже дорогое, даже ценное, но это будет оскорблением для него. Подарком можно поощрить, подарком можно вообще ободрить человека. Когда-то Наполеон, он сказал, что в тот момент, когда я понял, какое влияние на людей оказывает медаль, я понял, как выиграть эту войну. Все очень просто. Кусочек железа, кусочек железа позолоченного, посеребренного, цена ему копейки, оно способно вдохновить людей на смерть, на подвиг, потому что человек, он дает ценность этому предмету, он цепляет себе его на грудь и говорит, посмотрите, ай да я, ай да молодец. Итак, наши дары, они способны выражать отношение к человеку. Чем выше цена дарящего, тем выше наше уважение к тому человеку, который принимает этот дар. И мы понимаем, что если человек этот не принял наш дар, то что значит? Значит, между нами есть плохие взаимоотношения. Правда? Ну, то есть мы даем подарок, а человек говорит, нет, спасибо, я не буду принимать это. И ты понимаешь, что между нами что-то происходит. Когда люди давали что-либо Господу, например, приносили жертвоприношения, это еще не означало, что Бог принимал эти жертвы. Почему-то у нас такое есть представление. Если я Богу дал, он обязан принять. Ничего подобного нет такого в Писании. Бог не обязан принимать все то, что мы ему даем. Не обязан. Вы знаете эти истории, когда люди, как говорится в одной песне, раз пошли на дело, «Я и Рабинович», помните, да? И там такие вот были истории. И вот обычно такие люди, идя на дело, они заходили в какую-то церковь и покупали самую большую свечку и ставили к какому-то изображению, чтобы пофартило, чтобы все было хорошо, чтобы именно Бог, он как минимум не мешал. Правда? Может быть, ну, может быть, хорошо, если поможет, но хотя бы пускай не мешает нам. А мы все сделаем. Вот тебе, так скажем, откупные, какой-то откат от нашего дела, а мы пойдем на греховную часть. Послушайте, Бог не принимал никогда такие жертвы и принимать не будет. Не будет. Нельзя купить Бога своей жертвой, нельзя, как-то там, знаете, договориться. Или там, например, когда мы иногда грешим чем-то, вот мы согрешаем, и мы говорим, покаялись потом, да, вот мы так нагрешили, и так нам стыдно, и так совесть нас грызет, и туда, и сюда. И мы такие, Боже, я приду в церковь, я тебе отдам, не 10, я тебе отдам 15%. В этом всем желании есть простое дело. Я хочу с ним договориться и дать ему откупные. Вместо того, чтобы покаяться, вместо того, чтобы принять прощение на основании крови Ишуа Мессии, мы хотим договориться, дать ему что-то. Послушайте, Богу не нужно это давать. Помните, в самой первой проповеди, когда мы говорили о финансах, Богу принадлежит вся земля. И когда-то израильтянам он говорил простую вещь. Вы даете мне жертву. Говорит, если бы я был голодный, я бы тебя не попросил, потому что весь скот на этой планете принадлежит мне. Все мое, ты не можешь меня чем-то удивить. Итак, основной момент. Через наши дары мы выражаем наше почтение. Через наши жертвы по отношению к Богу мы выражаем себя, если мы делаем это правильно. Еще раз. Можно давать что-то во имя Господа, но имея неправильные мотивы, имея неправильное сердце, оно не будет принято им. И в конечном итоге оно не будет выражать действительно поклонение Богу и не будет служить тем целям, изначально правильным Божьим целям, который он задумал. Итак, давайте мы поговорим. Если о первом периоде более-менее все понятно, каждый приносил, что хотел, как хотел и когда хотел, то нас больше интересует такое понятие, как десятина в Синайский период. Хотя само по себе это действие было известно уже ранее, еще до заключения закона. Вы помните, да, Авраам и Мелхиседек? Два человека, которые встретились до Синайского закона. И тем не менее, Авраам дает Мелхиседеку десятую часть из той добычи, которую он приобретает. Это немножко странная история для нас. Не совсем понятно, почему он делает, а скорее всего он делает потому, что так было заведено среди тех народов, в которых они тогда жили. То есть, десятую часть для почтения какого-то важного человека отдавали. Это было частью культурного наследия того периода. Но мы говорим о Синайском периоде. Второзаконие 12 глава восьмой стих говорит, перед тем, как Бог вводит еврейский народ в землю, он говорит, там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем. Каждый, что ему кажется правильным. то есть, вы туда войдете, вы не должны делать так, как вам кажется, что это правильно. Делайте так, как нужно. Бог не осуждает их за прошлые периоды, не говорит им ничего, хорошо это было. Он просто говорит, с этого дня все будет по-другому. Я хочу, чтобы вы делали так, как я хочу. И Бог определяет, как мы уже говорили, источники финансирования. Бог определяет священство, определяет тех, кто будет поддерживать этих священников. Бог выделяет из своей среды одно колено. Я вам хочу сказать, может быть, не все левиты были счастливы. Что вы себе думаете, правда? Может быть, они хотели бы быть простыми земледельцами, потому что левиты сами по себе, они не получили землю в том количестве, которое давало бы им возможность безбедно существовать. Иными словами, они были зависимыми людьми от всего народа. Если народ не позаботится о них, то тогда это будут бедные и несчастные люди. Люди, которые будут просить милостыню, люди, которые будут вынуждены идти просто в наем куда-то работать, ну, не по назначению. Бог говорит, я так не хочу. Я хочу, чтобы они занимались служением мне. Итак, кроме всего этого дела, Бог предусматривает в бюджете Синайского договора заботу о бедных населениях земли. Бог говорит о таких категориях людей, как сироты, вдовы, Он говорит о пришельцах, то есть это люди, которые не обладают своей землей или чем-то таким, вот знаете, это переселенные люди, люди, которые эмигрировали из других народов, люди, которые не имеют наследствия, наследия в земле обетованной. То есть и Бог говорит не притесняй таких людей, заботься о них, потому что на самом деле ты был точно таким и я тебя вывел. Очень интересный момент. Когда мы говорим о заботе бедных, вообще о таких категориях людей, очень часто мы можем услышать такую фразу, я отдал в десятину в церковь, в общину, пускай они заботятся о бедных. Вы знаете, что так не было. Если мы смотрим на Синайский закон, вообще на Синайский период, мы видим, что десятины, которые приносились в храм, они служили для семейства Левия, но они не были в первую очередь, мы поговорим немножко больше, направлены на то, чтобы храм стал местом распределения гуманитарной помощи. Не было так задумано в Божьем плане. Суть, которая была заложена в это действие, заключалась в следующем. «Видишь нужду брата, который живет рядом с тобой, помоги ему. Помоги вдове, которая рядом с тобой, помоги левиту, который рядом с тобой, сироту поддержи и пришельца поддержи. Те, которые живут у тебя через забор, те, которые рядом с тобой, помогай им». То есть, не нужно было писать петицию в храм. «Вот здесь в селе таком-то находится такая-то женщина, пришлите, пожалуйста, какую-то поддержку для нее». Так это не работало. «Видишь нужду, восполняй ее». Итак, если мы посмотрим в Писание очень внимательно, мы увидим, что, оказывается, Бог, настраивая всю эту историю, связанную с десятинами, не говорит об одной десятине. Не говорит. Я видел такое, когда люди, они, приходя в общину, четко отсчитывали 10% и отдавали. И говорили, с этой поры руки мои умыты, больше я ничего никому давать не буду. Все остальное пускай вот там вот с общины, вот с той коробочки и дают. Знаете, это еще на что похоже? Я говорил это раньше. Если мы приносим, например, шоколадку нашим детям, и мы говорим, вот тебе шоколадка, можешь ее кушать. И тут ребенок, желая проявить себя правильно, достает линейку, отмеряет ровно десятую часть, ровненько ножичком отпиливает ее и говорит, папа, это тебе. Спасибо большое. А остальное мне. Все. Я говорю, а можно мне чуть-чуть больше? Нет. Почему? Ну, правила такие. 10% я тебе отдал, да, я благодарен. Вот ты чувствуешь, что я тебе благодарен? Ну, как бы, да, ну, вот все. Закрыли вопросы, то твое, то мое. Вы понимаете, что если мы говорим о десятине в таких категориях, мы понимаем, что на самом деле между папой и ребенком есть какие-то сложности. Правда? Почему? Потому что его сердце, оно закрыто к даянию. Его сердце закрыто к тому, чтобы быть благодарным. Хотя, где он взял эту шоколадку, я ему ее дал. Если бы я не дал, он бы мне десятину не отдал. Правда? Я бы мог просто прийти в дом, раскрыть ее при нем и сказать, кто не работает, тот и не ест. Правда? Все мое в этом доме. Я где-то работал, я ем. А ты что? Ну, ты можешь посмотреть. Я тебе пищу дал, дал. Гречневую кашу кушай. Вот хлебушек еще белый я принес. Белый, не старый, а свежий. Кушай все, будь благодарным ребенком. Но я проявляю любовь, я даю нечто большее. Правда? И если в ответ я сталкиваюсь вот с таким даянием десятины, тогда у меня проблемы. Большие проблемы, потому что на самом деле у нас нет правильных взаимоотношений. Итак, когда мы говорим о десятине в контексте Синайского договора, мы видим первую десятину и мы читаем о ней в числах 18 главе с первого по 32 стих. Мы не сможем прочитать все числа, всю главу, потому что нет времени. Запишите. Числа 18 глава 1.32. Также к этой первой десятине относятся числа 35.1.8 и Левит 27.30. За недостатком времени мы не рассматриваем эти места Писания. Хотите узнать об этом больше? Приходите учиться в еврейский мессианский библейский институт. Там мы будем разбирать больше двух недель эту тему. Поэтому я вам так сказать лайт-версию даю, как хотите. Если хотите, подходите ко мне, поговорим, возможно для вас это или нет. Итак, первая десятина. Десятина, которая предназначалась конкретно для поддерживания служения левитов для одного колена. Притом, как она распределялась? Смотрите, левиты собирали эту десятину по всему Израилю, то есть ее обычно приносили на еврейские праздники туда в храм. Количество ее было достаточно большое, но они распределяли ее по всем городам, где жили левиты. То есть эти деньги расходились по регионам. Дальше. Когда собиралась эта общая сумма, десятая часть левитской десятины отдавалась Аарону, его конкретно семье, первосвященникам. Первосвященникам, чтобы вы понимали, как работал этот принцип. С этой десятины поддерживались семьи, с этой десятины это был, фактически это был налог государственного уровня, установленный Богом, для того, чтобы Израиль существовал как народ в правильном положении перед Богом. Теперь я хочу сказать страшную вещь. Вообще страшную вещь. Не было наказания за неуплату десятины. Еще раз. Нигде не написано о том, что придет проклятие на твою жизнь, если ты не будешь давать десятину. Нигде не написано о том, что выведете застан и побейте камнями. Нигде не написано, что проказа придет или какие-то ужасы, которые иногда мы можем услышать в проповедях современных. Послушайте, это неправильное толкование писания и это манипуляции, которые давят на людей для того, чтобы они боялись страхом спасались, иными словами. Но не все так было просто. Не думайте, что теперь я могу выдохнуть и все хорошо. Не думайте, так не будет. Почему? Что происходило, если бы все израильтяне сказали, я не буду давать десятину? Что произошло бы? Я вам скажу, что произошло бы. Очень быстро, очень быстро священнослужение стало бы невозможным. Что происходит дальше? Храм останавливается, потому что ежедневно храм нуждался в охране, в защите, дрова, ремонт, и куча, куча всего. Были такие периоды, что в храме ставили дополнительную коробку с пожертвованиями, куда люди приходящие могли ложить нечто больше, чем десятина, ложить туда пожертвования. Помните, да? Один из царей поставил такую большую коробку. Отсюда, кстати, идея коробок. У нас такая вот тоже есть. Для поддержания служения. Итак, если десятина перестала приходить в Иерусалим, если переставали поддерживать левитов, очень быстро левиты становились беднейшими людьми, потому что они не животноводы, они не могли возделывать поля, потому что их не было, и они что делали? Шли в наемные работники. Наемный работник это человек очень низкого положения. И я вам хочу сказать на сегодняшний момент, пастыря, которых перестают поддерживать в служении, они идут именно подсобниками на стройку. Знаете почему? Потому что они всю свою жизнь посвятили тому, чтобы учиться, как служить людям, как служить Господу, и они не имеют какой-либо мирской, скажем так, профессии. Они не строят бизнес, они не делают какие-то, знаете, такие шахеры-махеры, они не плиточники, не каменщики, то есть это служителя соответственно, у них начинаются проблемы. Итак, напрямую не приходило проклятие в жизнь Израиля за неуплату десятины, но как результат ее неуплаты Израиль весь, весь народ деградировал перед лицом Божьим и становился в положении отступников, а за это уже приходило проклятие. Улавливаете связь? Да? За это, за то, что дом Божий пренебрегался, и мы читаем у Исаии огромное количество таких мест Писания, где Исаия говорит, Бог говорит через Исаию, говорит, послушайте, вы заботитесь о доме своем. Молодцы! А о Божьем доме кто заботиться будет? Почему священники они нищенствуют? Почему вот это? Почему вот это? Я вам хочу сказать, быть грамотным священником очень непросто. было в Синайское время. Человек, который не просто имел на себе бремя ответственности за ритуальную нечистоту или чистоту, а сверхответственность. Очень внимательно должен был следить за своей жизнью, потому что этот человек приходил в присутствие Божьем. Итак, первая десятина, еще раз, она была направлена для поддержания конкретной группы людей. Она носила форму установленного налога общегосударственного, который давал возможность этим людям представлять интересы всего народа перед лицом Божиим. Разобрались, правда? Обычно, когда говорят о десятине, говорят именно об этой десятине. Но существует вторая десятина. Оказывается, оказывается, не все так просто. О ней написано во второзаконии 14 главе с 22 по 26, 27 стихи, а также второзаконие 26 глава с 1 по 10. Итак, давайте прочитаем второзаконие, еще третье место, второзаконие 16 глава с 16 по 17 стих. «Три раза в году весь мужской пол должен являться перед лицем Господа Бога Твоего, на место, которое изберет Он. В праздник пресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей никто не должен являться перед лицем Господа с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря благословению Господа Бога Твоего, какое он дал». Итак, оказывается, три раза в год весь народ должен был приходить на поклонение Богу. Представьте, что вам необходимо три раза в год приходить на такое поклонение. Предположим, оно находится в Киеве. Нужно понимать, что поехать на автобусе вы туда не могли, и это путешествие занимало достаточно много времени. Плюс вам надо взять котомки, детей и всякое-всякое-всякое там где-то поселиться и быть там достаточно долго. Достаточно долго, потому что очень часто люди между Песохом и Шавотом они оставались там, то есть месяц надо было плюс еще дорога, плюс какие-то расходы и так далее. Нужно было поклониться, и Бог понимал, что для людей это будет накладно. Поэтому Бог из-за заинтересованности того, чтобы люди приходили, Он говорит, вы должны откладывать у себя еще 10% и брать эти финансы, брать эти вещи и приходить тратить их на то, чтобы покрыть расходы, связанные с этим путешествием. И более того, Бог говорил о том, что попутно, когда ты будешь кого-то брать, вот кроме своей семьи, за эти деньги возьми еще тех соседей и тех бедных людей, которые не могут заплатить, заплати за кого-то. Это нормально. Это нормально. Когда мы говорим о том, что друзья, у нас будет проходить ретрит, и вы можете заплатить за кого-то, это нормально, это библейский принцип. Помоги кому-то прийти в присутствие Божие. Тому человеку, который не может это сделать сам по какой-то причине. Итак, вторая десятина предназначалась для покрытия путешествия в Иерусалим, так называемая Иерусалимская десятина. Мы не можем сейчас в деталях разобрать, но вы обязательно посмотрите эти места писания, и вы увидите, что на самом деле это не одна и та же десятина, это другая десятина. Итак, вот у вас было 100 рублей, которые вы заработали, 10% мы отдаем левитам, потому что так написано, 10% мы складываем. Там написано, что с всего, что произрастет твоя земля, на практике люди просто продавали то, что производит земля, и брали деньги, потому что с деньгами путешествовать проще, правда? и тратить. Ну, то есть, эквивалент того, что дала вам земля, вы могли принести в деньгах. Вторая десятина, то есть, вторых 10% была собираема для путешествия на поклонение Господу. Идем дальше. Не все так просто, потому что была третья десятина. На самом деле. Второзаконие 14 глава, 28-29 стих, и второзаконие 26 глава, 11-16 стих, говорит о этой десятине. Ее особенность была очень интересная, потому что ее не собирали каждый год. Эту десятину собирали раз в три года. И она отличается от первых двух, потому что ее никуда не нужно было нести. Видите, да? По прошествии же трех лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади сие в жилищах твоих. Видите, да? Первые две само собой собирай. Первая для левитов, вторая для путешествия в Иерусалим. Вот вам третья. И пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобой и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле, рук твоих, которые ты будешь делать. Видите, как интересно? Иными словами, собери еще, каждый третий год, собери еще одну часть и позови бедных людей, позови тех людей, которые не могут сами позаботиться о себе, и пускай они кушают с этой десятины. Нужно понимать, что по большей части Израиль жил благодаря своим участкам, то есть это была пшеница, это были какие-то маслины, оливки, все то, что было, то, что произрастало. Иными словами, ты собрал урожай, стучишься к вдове и говоришь, послушай, дорогая Марта, дорогая там соседка, я знаю, что ты вдова, приди, пожалуйста, я собрал хороший урожай, я хочу дать тебе вот этого, возьми зерна, возьми вот это, пошел к левиту и говоришь, дорогой левит, я благодарен тебе, что ты помогал мне служить Богу, что ты делился словом, объяснял мне закон, пожалуйста, зайди ко мне, я хочу дать тебе пшеницы. И таким образом человек раздавал эту третью десятину каждый третий год. Иными словами, если мы говорим о библейском взгляде на понятие десятины, мы видим, что на самом деле процент был больше, чем 10. То есть первая 10, вторая 10, да, и предположим, если бы мы разделили третью на каждый год, это 3,5%, правда? Таким образом тебе нужно было бы откладывать в среднее арифметическое 23,5%, примерно, да? Давайте не будем цепляться прямо к деталям. Либо тебе нужно было откладывать каждый год по 20, но раз в 3 года 30%. Итак, меняется немножко, правда, в голове? Тем не менее, мы видим, что в этом всем Бог очень интересно и мудро все устроил, потому что с одной стороны Он благословлял Израиль, но с другой стороны его социальная программа была очень сильной, то есть Бог позаботился о том, чтобы левиты получали поддержку и следует понимать, что они не должны были выпрашивать десятину. Ответственность приносить десятину лежала на израильтянах. Это не должно быть такого, знаете, вот есть у нас пастырь и служитель, я его благословлю, а за это он мне должен. Он должен там, например, выходить мне навстречу, если я согрешу, он меня не сильно накажет, где-то там прикроет там или еще что-то. Послушайте, это мирской вообще подход и мирской взгляд, потому что левиты, они должны были делать свою часть работы, делать ее хорошо, а израильтяне должны делать свою часть работы и делать ее хорошо. Никто из простых людей не мог прийти в присутствие Божье, не мог войти в святое святых, но тем не менее левиты также не могли работать, то есть они были взаимозависимы. Итак, левит, который у тебя или левит, который в жилищах твоих, пришелец или человек, который поселился в народе и исполняет все законы, то, о чем здесь говорилось в этом месте Писания, вдова, сирота или люди, о которых некому было позаботиться. И вы знаете, что с точки зрения вообще праведности, вы помните, что Яков, как он говорит, что настоящее, вот чистое благочестие перед Богом и людьми, это что? Презирать сирот и вдов. Помните, да? То есть, если ты хочешь показаться благосестивым человеком, то смотри на сирот и вдов, о вдовах. О чем это говорит? Это значит, что первая десятина само собой, вторая десятина само собой, и третья десятина. Улавливаете суть, да? То есть, благочестивый человек, это человек, который в полноте следует тому Божьему плану. Так говорит Яков. И так говорит Писание. То же самое повторяет Ио в 29 главе 12-16 стихе, Матфея в 25 главе 31 стихе. Итак, также речь идет о неимущих. Неимущие — это тоже интересная категория людей. Люди, которые что-то имели и перестали иметь. По какой-то адекватной причине. То есть, была причина, по которой что-то случилось в ихней жизни. Их тоже нужно было поддерживать. И мы помним, что вся идея рабства для раба-еврея, она имела некоторые особенности. Почему? Потому что их, например, отпускали на волю через время. Более того, отпуская на волю, им давали еще и денег на дорогу, как наемным работникам. То есть, нельзя их было назвать рабами в полном смысле слова того, как это было принято на то время. Итак, когда пришел следующий этап, и вот здесь начинается тоже одно из самых интересных моментов, потому что мы с вами как раз живем в этом этапе, в периоде Нового Завета. Чем особенный этот период? Прежде всего, важно помнить, когда писали послания, когда писали большинство писем Нового Завета, храм находился на месте. Священники находились на месте, и все десятины функционировали в той системе, которую мы с вами уже разобрали. То есть, иными словами, было приносимо три десятины. И нигде мы не находим того, чтобы кто-либо из апостолов говорил следующее. Значит так, уважаемые товарищи евреи, с этого момента мы начинаем мессианскую общину, поэтому в храм деньги не носи, носи его нам. Вот там уже плохо, а вот здесь хорошо. Никто из апостолов так не говорит. То есть, десятины имели свою цель, и они продолжали приноситься. При этом, апостол Павел и другие апостолы, они начинают говорить о поддержке служителей Нового Завета. То есть, иными словами, люди открывали свои сердца для того, чтобы поддерживать апостолов и служителей, которые были вовлечены распространение в распространение евангельской вести. И мы встречаем такие места, например, у Матфея. Десятая глава, восьмой, десятый стих. Даром поручили, даром давайте, не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одеж, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. Видите, да? То есть, Ишу, он посылает своих учеников, он говорит, вы послушайте, вы когда пойдете, не переживайте, вас там покормят, не переживайте, вам дадут одежду, не переживайте, о вас позаботятся. Почему? Потому что вы те, кто трудится для Господа. И люди, которым вы будете служить, они позаботятся о вас, потому что так задумал Господь. И Луки, десятая глава, седьмой стих, например, в доме житом оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои, не переходите из дома в дом. Даром получили, даром давайте, по закону, сенайскому закону, левиты должны были учить закону даром. Левит не должен был требовать чего-либо, он должен был учить, даже если ему не платят десятину. Он должен был учить, он должен был объяснять какие-то принципы чистоты и так далее. но тем не менее, мы видим здесь также принцип вы учите, делаете свою работу, а вас Бог проявляет заботу через тех людей, которым вы служите. Первое, Коринфянам, девятая глава, шестой, одиннадцатый стих, говорит интересное место. Смотрите, Павел пишет, обращаясь к Коринфянам, еще раз, церковь, которая находится в языческом мире, из язычников, и он объясняет им такие слова. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. Обращается к ним и говорит, смотрите, разве только я и Варнава имеем власть не работать? То есть у него есть, оказывается, какая-то власть не работать. И он дальше говорит, смотрите, какой воин служит когда-либо на своем содержании? Это им понятно. Они понимают, что если человека призывают в армию, то его нужно покормить, его нужно одеть и дать ему оружие. Правильно? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не тоже ли говорит и закон? Видите, да, он говорит, ну вот среди людей это же нормально. Если тебя учитель учит, то ты должен позаботиться о том, чтобы у него было все необходимо. И он говорит, по-человечески это разве? Да не только. Бог учит через слово свое об этих вещах. Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждай рта у вола молотящего. То есть, если вол работает, тогда его нужно покормить. Не говори о том, что он не достоин этой еды. Не говори о том, чего это, это животное, я не буду его кормить. Если он молотит, он делает тяжелую работу, которую ты не можешь сделать, он сильнее тебя, да, тогда покорни его, чтобы он мог это делать хорошо. И дальше он говорит, а в Аллах ли печется Бог? Вообще суть, а животных ли вообще речь, он говорит. Или, конечно, для нас говорится, так, для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Он говорит об этом, смотрите, каким образом. Он говорит, вообще это, ну, странно, я сею в вас нечто духовное, что способно изменить ваши взаимоотношения с Богом, привести вас в вечность, в благословение с Богом. Разве это странно, что это как-то будет выражено, ваша благодарность будет выражена также тем, что вы позаботитесь материально о моем, моей стороне. Понимаете, да? Он говорит, это вообще не странно, это естественно для того, как устроен наш мир. И 1 Тимофея, 5 глава, 17-18 стих говорит, достойно начальствующим пресвятерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего и трудящийся достоин награды своей. Вы видите, как это связано, да? То есть принцип заботы о служителях, он переносится в определенном понимании к периоду Нового Завета. Итак, очень просто и категорично. Павел говорит, что я и Варнава, мы имеем определенную власть. Интересно, что он использует здесь слово конкретно власть, не привилегию, преимущество, честь, право, а именно власть. У меня есть власть от Бога не работать. У меня есть нечто, некое призвание от Бога, некая способность от Бога. То есть, мы можем говорить, окей, я теперь пастырь, я не работаю, кормите меня. Послушайте, то, что ты сам о себе говоришь, кто ты, это еще не значит, что Бог говорит о тебе это. Помните, как говорилось, для капитанов ты не капитан. Для меня, да, для тебя, да, но для капитанов ты по-прежнему не капитан. То есть, призвание должно быть от Бога, и Бог входит в это призвание и являет свое обеспечение для служителей. Итак, это власть, Павел говорит, у меня есть власть, и она дарована мне, Богом. И дальше мы говорим, что Галатам 6 глава, 6-й, 10-й стих. Давайте посмотрим это место. Наставляем мы словом делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делай добродно, не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверим. Друзья, если мы более глубоко начнем разбирать этот момент, как я говорю, времени нет возможности сейчас это разобрать, мы увидим, что для принципов Нового Завета по-прежнему сохраняется забота о бедных и сиротах, о вдовах, о тех людях, которые пришельцы, у тех, которые не имеют возможности о себе позаботиться, и это по-прежнему должно быть реализовано через служение каждого члена, который находится в теле Христа, вообще не. Друзья, еще раз, это неправильный подход, когда человек говорит, я положил вздоку, теперь это не моя проблема, проблема вот этого брата. Все, пускай они там себе разбираются, в конце-то концов. Нет, Бог говорит о том, чтобы ты позаботился о служителях, ты позаботился о общине, но также, чтобы ты не закрывал свое сердце, чтобы в твоем разуме не было такого, что это не мое. Видишь нужду, будь открыт к тому, чтобы служить телу Христа тем, что имеешь. Итак, главный вопрос, сколько? Сколько, правда? Ну, потому что мы понимаем, что система храмовая не работает, поэтому мы можем переставить числа, правда? Можем поставить 5, можем поставить 50, можем поставить 70, ну, а почему нет, правда? Ну, 10, например, сколько мы должны платить, как верующие люди? 23 на 3, 23 на 3, ну, хорошо, 69, тоже неплохо. Вы знаете, когда-то интересный такой вопрос, он поднялся, Писание говорит, вы помните книжников и фарисеев? Да? Очень интересные люди. Отдавали десятину с мятат, мина, аниса, то есть, он говорит о том, что, когда вот обличает их Писание, Писание так говорит, вы такие скрупулезные вообще детали платите? То есть, 23% у них со свистом проходило, они платили больше, потому что они высчитывали с мелочи, это все равно, что, знаете, о чем, это типа десятина с вашего перца черного, который у вас на кухне, с вашей соли там и так далее. То есть, люди вымеряли лишь бы только Господу угодить. И там дальше, как говорится, помните, ваша праведность, она должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Помните, да? Я сейчас вот просто не могу вспомнить это место Писания. Но суть сводится к этому, что праведность праведных людей Нового Завета, вот нашли, да? Матфея 5 глава, 20 стих. Ибо говорю им, если ваша праведность не произойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Неплохо звучит, правда? Обратно, без всяких намеков, есть принцип. Есть принцип. Вот их праведность выглядела вот таким образом, как мы говорили. Еще раз, если я говорю 10% и все, отвяжитесь от меня, неправильное сердце, неправильный подход. Если вы думаете, что вы этим послужили Богу, то не послужили. Вы просто лишили себя 10% своего заработка, который Бог вам когда-то дал. Пошло вам в духовную копилочку, в духовную карму где-то там, не пошло. Не пошло, стало грехом и упреком, потому что дано было с неправильным сердцем. А нельзя давать с неправильным сердцем, нужно давать с благодарным сердцем и благодарить Господа за то, что Он нам уже дал. Нельзя сказать, я отдал 10, до свидания. Нет в контексте Нового Завета жесткой привязки к цифре 10. И вообще цифра 10 это неправильное толкование, как вы видите, да? Это одна из частей. Понятие дздаки, понятие нашей праведности, нашего даяния значительно больше, чем 10% и ограничено нашей любовью к Господу и любовью к телу Христа. Друзья, кто-то может давать 50, и я говорю, пусть вас Бог благословит. Даете 30, пусть Бог благословит, даете 5, пусть Бог благословит, но только спросите себя, почему я даю так мало? Я знаю точно, что в нашей общине не дают десятины. Все. Я знаю это точно. Почему? Потому что раз в месяц мы еле концы с концами сводим. В нашей общине нет служителей на зарплате. Чтобы вы понимали, ни пастырь, ни кто-то из служителей не получает от общины какое-либо финансовое благословение. Знаете почему? Они способны. Мы содержать пастыря не способны на данном этапе нашего духовного роста. И эта проблема не финансовая, потому что деньги у нас есть. Послушайте, иногда посмотришь в Фейсбуке, деньги есть. Особенно в летний период. Где-то там уже смотришь, там фотография где-то в Германии, фотография где-то там еще что-то, Испания, Италия. Бедные люди, слушайте, еле концы с концами сводят. Есть у нас деньги, у нас нет сердца, нет переживания этого. Мы думаем, что мы их сделаем богатыми. Еще вторая сторона, я дам, и пускай этот пастырь теперь служит мне. Могу с ним делать что угодно. Послушайте, это не ручной какой-то человек, которого вы приручаете при помощи десятины. Это человек, который служит Господу, который посвящает свою жизнь Господу, который жертвует. Вместо того, чтобы делать карьеру, зарабатывать нормально деньги, он учится для того, чтобы говорить слово, для того, чтобы служить. Он старается больше времени уделить духовным вещам, для того, чтобы позаботиться о духовном состоянии. Можно этого не делать, можно, но знаете, к чему это приведет? К тому, что он будет вкалывать на работе, на заводе, и вы не услышите ни нормальной проповеди, не услышите ни нормального учения. Почему? Потому что, послушайте, это невозможно готовиться после тяжелого рабочего дня. Когда? Сколько? Это можно сделать два-три раза, а потом такой человек перегорает, приходит уныние и разочарование. Почему? Потому что тело не работает так, как Господь изначально это запланировал. И я не говорю о том, чтобы, знаете, есть такое, или было такое учение, крещение в пастыре. Слышали такое? Да? Пастырь, пастырь олицетворяет наше отношение к Богу. Поэтому давайте его кружить таким образом, чтобы именно, он, знаете, как бы все видели, что это Божий человек едет. Нет, я говорю об адекватном состоянии, адекватной позиции, адекватном обеспечении, когда человек не нуждается, когда человек может позаботиться о своей пенсии, о своих детях, выучить своих детей, когда он не ходит с протянутой рукой и говорит, ну люди, пожертвуйте, пригласите меня куда-то покушать, или сделайте, и такие, ну пошли, пошли, ладно, мы тебя возьмем, в конце что-то концов, надо же как-то хоть что-то там тебе дать. Послушайте, это неправильное, незрелое мышление людей, которые на самом деле не стремятся к Божьему благословению, а выбирают жить под разрушением, которое приводит их к проклятиям. Друзья, я имею побуждение говорить сейчас так прямо, я знаю, что темы не очень приятные, но знаете что, Писание об этом говорит много раз и говорит прямо, десятины Нового Завета не ограничиваются понятием 10%, они ограничиваются вашим сердцем, если вы не даете, если вы не поддерживаете, если вы не жертвуете вообще, как идея жертвенности, послушайте, в вашем сердце есть серьезные проблемы, я беспокоюсь о вас. Я говорю сейчас эти вещи прямо не потому, что, знаете, я что-то желаю от вас получить, я говорю это, потому что так говорит Писание, потому что Бог этому уделяет большое значение, мы говорили, больше двух с половиной тысяч мест Писания говорит о финансах, о материальных благах и о том, как верующие люди должны к ним относиться. больше двух с половиной тысяч мест Писания. Послушайте, это, ну, это целая книга, вот если просто вы соберете все, что в этом связано. Итак, хотите духовно расти, начните жертвовать, начните поддерживать общину, в которой вы растете, начните поддерживать друг друга, посмотрите на сироту, на вдову, на брошенную маму с детьми, посмотрите на то, на того человека, на пенсионера, который не может вообще копейки на хлеб собирать и поделись с ним тем, что Бог уже дал. Ты имеешь, потому что Он дал, потому что это Его любовь, которая направлена к тебе, это Его благословение. Будь источником этого благословения для других людей. Итак, в этом Писании, в этом сердце Отца, в этом сердце Бога развивайтесь, учитесь больше, углубляйтесь, и придет благословение для всех нас. Друзья, аминь? Аминь. Давайте помолимся. Боже, спасибо Тебе, что Ты настолько сильно нас любишь, что Ты, Господь, выводишь нас из всяких ступоров, из всякого Божьего состояния, когда мы, Господь, зависаем и не можем, Боже, служить телу Твоему. Господи, мы принимаем это слово и мы говорим, Господь, это благословение для нас знать правду, Боже, это благословение для нас жертвовать, Боже, это благословение для нас быть щедрыми и добрыми, и благословенными в пожертвованиях, Боже, да знают нашу общину, как общину щедрых людей, которые открыты своими домами, открыты сердцами, открыты имуществом, Господь, открыты финансами, Боже, чтобы наши служители не нуждались, чтобы наши жизни не нуждались, чтобы наш дом собрания, место нашего собрания, оно было в благословении нам, Боже, чтобы в нем не было нужды, Господь, чтобы вопрос аренды для нас, это не был вопрос, Боже, чтобы вопрос покупки своего здания, это не был вопрос, Боже, потому что Ты располагаешь наши сердца, Боже, пожалуйста, я прошу о том, чтобы эта твердыня жадности, эта твердыня, Боже, всякого такого состояния, когда мы поклоняемся мамоне, чтобы это было разрушено, Господь, и пришла свобода, Боже. Я молюсь за каждого, кто находится в долгах, за каждого, кто, Боже, не может просто справиться со своей жизнью, Боже, я прошу, выведи, яви свое избавление, яви свое благословение и яви свою поддержку, Боже, мы благословляем Тебя и превозносим. Во имя Ишуа Мессии. Амин.